Вся информация в виде взята из интернета. Автор ролика никого не принуждает верить в данные информации. Как рассказывает Валя, ее теса прошла в небольшом селе Новоботайск, о котором она, несмотря ни на что, сохраняла семейные теплые воспоминания. Ее семья была самой бедной в селе, отец был строителем, но работа появлялась эпизодически, а мама трудилась на птицефабрике. Родители не могли бы от воли провести в дом газ и приобрести необходимое оборудование, поэтому зимой вся семья горелась у старой русской дровяной печи. Не было в доме элементарных удобств, и души туалет находились во дворе. Все эти атрибуты бедной жизни вызывали насмешку одноклассников Корнеуховой, которым повезло родиться в более обеспеченных семьях. Валя вспоминает, что денег, которые зарабатывали родители, едва хватало только на еду. А одежду ей покупали самую простую и дешевую, что также давало одноклассникам повод для насмешек. Казалось бы, травлю в школе, бедность и отсутствие друзей должны были сломить Валю, но она, вопреки обстоятельствам, росла жизнерадостная и веселая девочка, занималась спортом, легкой атлетикой и любила танцевать. В целях с ее жизнью Валей Корнеуховой произошло событие, из-за которого ей пришлось повзрослеть, которое стало для нее серьезным испытанием. У нее умер отец. После похорон девочка неделю не ходила в школу, а когда она нашла все силы пойти на занятия, то обнаружила, что на смешке одноклассников стали еще злее. Теперь они в глаза называли ее нищенкой, а некоторые даже позволяли себе смеяться над ее горем. Единственная душа на девочке стал спорт, а занятия в школе она стала часто пропускать и не могла дождаться окончания учебы в школе, чтобы уехать из всего. Спустя год после трагедии мама Валя познакомилась с другим мужчиной и решила выйти за него замуж. Девочка долго не могла смириться с тем, что в роддоме главился чужой для нее человек, но потом приняла и поняла выбор матери. С отчимом у Вали сложились дружеские отношения. Благодаря ее поддержке и заботе она стала чувствовать себя увереннее. Как говорит сама Валя, она была не отчима, а второго отца. Окончив школу, Валя переехала в Ростов-на-Дону. Родители помогли ей снять комнату в коммунальной квартире, и она поступила в колледж на курс гостиничного менеджмента. По словам Валентины, для того, чтобы понять, что по специальности она работать никогда не будет, ей понадобилось несколько занятий. В интервью для ютуб-канала Пушка Валентина рассказала, что ее путь популярности начался с приложения «Девсмаш», в котором она размещала свои первые видео. Когда приложение закрылось, 15-летняя девушка стала пытаться проявлять свои способности в социальной сети мюзикл, но привлечь подписчиков и заработать хотя бы какие-то деньги у нее долго не получалось. В основном Валя жила на пенсию, которую она получала из-за потери отца, но этих 8 тысяч рублей ей, конечно же, не хватало, ведь почти все они уходили на оплату комнат. Чтобы иметь возможность покупать еду, одежду и косметику, Валя устроилась актрисой в развлекательную фирму, занимающейся организацией квест. Узнавку с первой победы, Валя стала снимать по 10 видео в день. Одно-два из них обязательно выстреливала, и скорость у подписчиков возросла до 100 тысяч. Фирменным словом Валя стало слово «бандиты». Так она называла тех, кто подписывался на ее аккаунт. Колледж Корноухова оставила. С каждым днем ей было тяжелее и тяжелее ходить на занятия, которые, как она уже понимала тогда, совсем ей не пригодятся. Мать поняла решение дочери, однако взяла с нее обещание, что она через год поступит в другой колледж. Так Валя и поступила в автодорожный колледж. Но его девушка не окончила. Она все так же продолжала работать актрисой в фестах и снимать видео для мюзик. В 2018 году Валя переехала в Москву. Она не знала точно, что ее ждет, но верила в удачу, тем более, что количество бандитов росло, и она прилично, как она сама тогда считала, зарабатывала. Однако главный успех ждал Корноухов впереди. Выбрав себе псевдоним Валя Корнавал, составленный из первых букв ее фамилии и имени, она завела YouTube-канал и аккаунт в TikTok, и вскоре получила приглашение в знаменитый Hype House Russia, в сообщество которой входит только самый яркий и талантливый тиктокер. Из-за юного возраста, постоянной занятости и увлеченности развитием творческой карьеры Валентина не успела взвестись романтическими отношениями. У Вали много поклонников, но занято ли ее сердце кем-то, неизвестно.